Динамо 250 участников из 50 регионов страны. Фактически весь цвет российского юниорского дзюдо. Они еще не супермастера, но, как говорится, на подходе. Ближайший резерв главной сборной страны. Здесь, в Ульяновске, они совершенствуют свою технику и тактику, набираются бесценного опыта. Это те, кто будут завтра представлять нашу команду на Олимпийских играх, уже даже, может быть, на следующих Олимпийских играх. Поэтому у них немножко меняется стиль борьбы, у них меняются приемы, у них в некотором случае меняется психология, меняется тактика. С первых поединков на татаме бескомпромиссная борьба. Досрочных побед практически нет. Некоторые схватки затягиваются, а врачи без дела не скучают. Серьезных травм, к счастью, нет. А обыкновенные рассечения порой хоть и доставляют некоторые неудобства, но это не причина, чтобы сдаваться. Это связано с тем, что все хотят выиграть турнир так, как является отбором на Россию. И поэтому все выкладываются на 100%. И поэтому, получается, кто-то травмируется, кто-то выиграет. Два дня бескомпромиссных баталий принесли успех спортсменам Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного. Ульяновцев среди призеров нет. Значит, и на первенство России им пока ехать рано. Через неделю у них, правда, будет еще один шанс побороться за путевки. В Казани пройдет первенство Приворского федерального округа. В нем примут участие 10 ульянских спортсменов. Михаил Сашанский. Новости ульянской правды.